Всех приветствую! С вами Айкеби Щекеева. Сейчас в соцсетях распространяются видео с сенсационными подзаголовками. В них некий Аган Чалакян, физик, климатолог, утверждает, что мир ждет глобальная катастрофа. И на наше изумление главным корнем этой проблемы, по его словам, является Сибирь. В своем выступлении он утверждает, что в недрах Сибири происходят тревожные изменения, которые приведут к гибели всего человечества. То события, разворачивающиеся в Сибири, могут привести к исчезновению не только России, но и всего нашего мира, включая Америку и другие страны вместе взятые. Мы решили проверить, неужели Сибирь на самом деле несет такую огромную опасность. Уважаемые зрители, если вам нравится наша работа и вы считаете ее полезной, то вы можете сделать вклад в работу нашей команды. Вам достаточно зайти на сайт Patreon и стать одним из наших патронов с ежемесячными взносами. Можно выбрать сумму взноса от 3 долларов в месяц. Это позволит нам расширить и улучшить нашу работу. Итак, продолжаем. Главные утверждения Эгана Чалакяна исходят от этой карты, от НАСА. Взгляните на более темно окрашенные участки. Они означают сильное отклонение температуры от нормы. И в действительности они обхватывают территории Сибири. По словам Эгана Чалакяна, по всему миру отклонение температуры показывают в пределах 1-2 градусов, а в Сибири 5-7. Этот нагрев опасен Сибири различными аномалиями. Кажется, все верно. У нас есть карта от авторитетной и признанной организации НАСА. Слова вроде бы соответствуют фактам и все правдоподобно. Но все ли в действительности так? Чтобы проверить, мы решили взять ту же самую карту, которую он использует в качестве аргумента. У самой НАСА имеется сайт, где вы сами можете проверить, где и когда проявляются экстремальные отклонения в температуре. Сверяем дату с его картой. В действительности в январе 2020 года в Сибири были аномальные отклонения. Но возьмем дату, к примеру, за мая 2023. Здесь мы уже видим другую картину. Эта же карта показывает аномальные отклонения в Канаде, а в июле 2022 в Антарктиде. Взяв всего лишь эти примеры, можно ли сделать точно такую работу, что Эган Челокян, и заявить, что температура или отклонения в температуре в Канаде или Антарктиде представляют смертельную угрозу миру? Эган Челокян выборочно отобрал период потепления в Сибири, не упоминая о показателях в другие месяцы и годы. Поэтому его утверждения могут быть сомнительными или спорными. Как такой угрозы, связанной с Сибирью, нет. Существует угроза под названием глобальное потепление, но она касается всей планеты, не только Сибири. Будьте осторожны с тем, с какой информацией вы делитесь. А чтобы избежать такой дезинформации, подписывайтесь на канал Timir of Life и iTag.tc. До следующих выпусков! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok